Сегодня Верховный Совет заслушал отчет правительства по итогам работы за прошлый год. В работе заседания принял участие президент Вадим Красносельский. Сегодня с докладом по итогам прошлого года выступает Александр Розенберг. Он возглавил правительство недавно, но ситуацию в экономике и других сферах жизни республики уже успел изучить. Премьер называет основные моменты, чем запомнится республике 2021 год. Огромные расходы на пандемию – 306 миллионов рублей. Смертность от коронавируса в Приднестровье – 2,7%. Это ниже, чем в Молдове, Украине и России. Подвижки в цифровизации. Школы перешли на электронные журналы. В электронной форме стали доступны более 200 форм отчетности. Это огромная экономия на бумаге и курьерах. Год был успешным для сельского хозяйства. Рост производства составил 55%. В сфере АПК государство делает ставку на развитие животноводства и миллиарации. В настоящее время завезено 245 голов. Объем поддержки государства составил 3,2 миллиона рублей. Датирование объемов сдачи на переработку молока на 42 организации получили помощь государству и выплачено практически 13 миллионов рублей. Как мы знаем, вода для цели орошения подается также по льготному тарифу 70 копеек, который не изменяется на протяжении многих лет уже. На вопрос, что вы считаете самыми болевыми точками сегодняшнего дня, Александр Розенберг назвал неопределенность. Правительству, по сути, приходится сейчас работать с колес, реагируя на меняющуюся без конца обстановку за пределами республики. Что касается социальной сферы, безусловно, основной болевой точкой, считаю, это отток кадров. Нам в корне надо менять отношение к размеру оплаты труда, по крайней мере, в наших бюджетных организациях, таких как просвещение и здравоохранение. Это основные направления. Ну и в целом, по экономике, безусловно, мы не сможем не подстраиваться под существующие реалии. Президент, который принял участие в заседании Верховного Совета, призвал к консолидации все ветви власти. Чем сложнее ситуация за пределами республики, тем более четким должно быть исполнение законов внутри страны. Государственные органы не должны превышать своих полномочий. Ссылаясь на внешний фактор, имплементируя все права самостоятельно менять тот или иной закон или трактовать тот или иной закон, это неверно. Категорически неверно. Наоборот, еще раз говорю, чем тяжелее внешний фактор, тем жестче должны работать законы. Вы можете тысячу раз заявлять об инвестиционной привлекательности, если инвестор не будет видеть жесткое исполнение законов, никаких, так сказать, инвестиций в Приднестровье не будут. Что касается задач на перспективу, президент предложил отделить лесное хозяйство от Минсельхоза. Так управление ресурсами будет более эффективным, сделать более прозрачным ценообразование в дорожном строительстве и привлекать местных производителей стройматериалов. Отдельно президент остановился на создании цифрового земельного кадастра, работа над которым идет уже несколько лет. По словам Вадима Красносельского, земля без этого документа, как человек без паспорта, он поможет решить вопрос рационального использования земель.